Как воспитанием силы воли, прогулку по парку аттракционов сегодня не назовешь. Но даже малыши понимают, карусели закрыты из соображений безопасности. В комнату страха категорически идти нельзя. И комнаты страха. Американские горки возобновят работу 13 июля. Откроется и остров мечты с момента запуска. Он проработал всего несколько недель. Во всех парках сейчас готовятся к приему посетителей. Мы, несомненно, будем в одну кабинку сажать только родственников, тех, кто живет вместе. Мы будем контролировать не только количество гостей в таких локациях, которые закрыты. Более того, мы будем контролировать количество гостей в парке. А еще летним лагерям с понедельника разрешено набирать смены. Следующий этап снятия ограничений — 1 августа. И долгожданная новость для зрителей. Вновь откроются московские кинотеатры и театры. В ЦТРА за время вынужденного перерыва отремонтировали сцену, обновили световое оборудование. Правда, как актеры будут играть в полупустом зале, а это обязательное требование, пока представляют с трудом. Для нас будет первый опыт. Посмотрим. Я думаю, что наоборот, за счет эмоциональной энергетики будет заполняться зал. И актеры будут стараться, и зритель будет сам заполнять свои энергии. Надеюсь на это. Заполняемость стадионов увеличит до 50%. И, кстати, занятия спортом смогут возобновить участники программы «Активное долголетие». Пока только на свежем воздухе. Не хватало физических нагрузок. Конечно, сейчас, когда лето, очень хочется выбраться на природу. Число новых случаев заражения снижается день ото дня. Сегодня в Москве этот показатель в 10 раз ниже, чем в мае. Загруженность стационаров уменьшилась почти в 4 раза. Чтобы положительная динамика сохранялась, москвичей просят не забывать о безопасности. Маски и перчатки в метро носят далеко не все. Хотя в общественных местах и в транспорте это по-прежнему обязательное требование. В людных местах, где есть постоянный контакт с людьми, которые идут напротив, которые идут рядом, которые вас обгоняют, тогда лучше маску все-таки носить для вашей же безопасности. Носить маску на улице с понедельника не обязательно, но рекомендуется. Пандемия отступает. Но о полной ее капитуляции говорить еще рано.